Так, всех приветствую! В общем, хотел рассказать немножко про вот эту штукатурку HPSTAR. Блин, красная штукатурка, парни. Я и давненько не работал. В общем, я тут расширил для ванны, так как ванна сразу не встает, и пришлось немножко расширить. Вот здесь штукатурил гипсовой вот этой штукатуркой HPSTAR. И вот сейчас вот когда расширял, ну понятно, тут тоже все прогрунтовано, но тем не менее, вот пользовался, допустим, я рук гипсом, брозексом, штукатуркой. И когда ее начинаешь так вот штрабливать, иногда бывает там, раз трещинки пойдут или где-то отсроение. Вот эта штукатурка, она прям вообще, то есть нигде ничего не отсроилось. И нигде от стены даже ничего не отошло. То есть тут все-таки перфоратором, да, задарбливом там, вообще идеально просто. И вот смотрите, даже она, она просто, ну прям реально твердая. И это при том, что стены вот эти очень быстро сохли. То есть прям очень сильно сохли. И вот здесь вот прям свой небольшой был, смотрите, миллиметров шесть. Я прям боялся, я его прям водой смачивал сильно-сильно, чтобы это... Так как, ну, заштукатурил, смотрю, пошли такие трещинки. Прям быстро я даваясь смачивать, побоялся, что прям вырвет ее. И вот, пожалуйста, вообще, просто отлично. Отличная штукатурка. Блин, я прям честно удивился. Потому что я помню на том же ротгипсе у меня прям бывало, иногда начинаешь штрабить, и там раз, прям кусок какой-то отвалился. То есть прям от стены. Тут прям идеально. Ну, и гидроизоляцией покрыл именно для того, чтобы клей с гипсовой штукатуркой не соприкасался. Вот только для этого. Не для того, чтобы тут какая-то гидроизоляция была там, чтобы вода не вытекала. Нет, вообще не из-за этого. Ну, а вот эти вот места еще, это просто не просохшее, просохнет, когда и тоже гидроизоляцией промажем все. Здесь просто вот трубы замазывал, ничего, разъем трубы, сантехнику, все. Ну, как-то так. 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 Ну, а в этом видео покажу немножко процесса. Итак, нанес гидроизоляцию. Гидроизоляция циризит. Ну, и дальше продолжил паять полипропилен. Те места, где сделан был полипропилен, потом я замазал клеем, ну, где-то клеем, где-то штукатуркой, где срая были побольше, там штукатуркой. Ну, и вот тут вот покажу, как спаивал полик. Вот так. Ну, и вот тут вот, как-то вот это использовал гаповские экраны. Как обычно, как обычно, ленц и унипак, паста унипак. Мне кажется, самый идеальный вариант. Немножко процесса с поликом. Вот. Как обычно, продолжает мне помогать уровень хибиру, хотя немножко одна сторона косячит, вертикальный руч немножко уходит, там, миллиметра на три, наверное, надо настраивать по-хорошему. Так, ну, полик запениваю клей-пеной, она быстрее схватывается, чем обычная пена, и ей поудобнее за счет этого. То есть, я как бы фиксирую на пену, а далее уже, ну, замазываю либо штукатуркой, либо клей-пеной. Далее я разрожил керамогранит по полу, посмотрел, как что подрезать, подрезал и начал краткую-украдкую. Керамогранит, ну, как обычно, делал через систему укладки ДВС. Так, ну, после чего уложил, установил ванну на следующий день. Ванна у нас чугунная. И в это время у меня как раз устанавливали подоконники и откосы. Также установили входную дверь. Ну, вот это вот на кухне у нас сделали тоже подоконник, откосы поставили. Так, это у нас, сделал я гидроизоляцию в ванной комнате полностью, когда просох клей и просохла штукатурка. Ну, вот где штробы я замазывал. Так, далее я начал собирать короб. Короб из гипсокартона. Так, ну, далее все примерил. Ну, то есть я собрал короб, опять же все примерил. Поставил там унитаз. Приставил полотенчик. Все, посмотрел, как будет выглядеть. Ну, и далее начал украдку плитки. Ну, так же короб сделал гидроизоляцию. Так, ну, это у нас вытяжка. Вытяжка от двух отверстий. То есть у меня было там два отверстия. Сделал вытяжку, ну, чтобы лучше вытягивало. Так, это продолжил обрагораживать под батареей. Специально сделал вот такой вот короб быстросъемный. Потому что, ну, вдруг, на всякий случай, если где-то там что-то в трубе побежит, чтобы можно было быстро снять. После этого я продолжил украдку плитки в санузле, уже на стены. Опять же, где-то использовал крестики. Ну, как правило, на стены использую крестики. А где-то использовал систему украдки плитки ДВС. По тем простым причинам, что где-то плитка была немножко с выгибом, где-то родочкой. И вот, где-то пришлось ее выравнивать. Ну, а так, по большей части на крестики. Вообще, крестики мне больше нравятся, так как с ними побыстрее украдывать плитку. А со всеми этими системами укладками плитки подольше. То есть, я вообще стараюсь как бы на крестики, если это возможно. Ну, если уж плитка кривая, то приходится использовать систему укладки плитки. Так, ну, тут заусовочка у нас на коробе. Также сделал гидроизоляцию на фартук. И после чего уложил плитку на фартук. Так, это у нас короб. И вот здесь вот лючок у нас сделан с магнитами. На магнитах, то есть. Так, это у нас сделали потолки натяжные. Парни пришли, натянули потолок. Ну, тут стандартный обычный потолок. Сатин, белые, точечные светильники. В ванной комнате, как обычно, посередине получается вытяжка. И там 4-5 точечных светильников. В зале у нас получается просто ровный потолок и люстра. Ну, и гардина потолочная. Далее прогрунтовал стены перед украткой линолеума. Установили доборы на входную дверь. После этого я уложил линолеум и начал клеить обои. Ну, самое сложное, это, конечно, всякие ниши, вот эти вот, где больше всего приходится загибать вот эти вот обои, углы вот эти вот. Вот, кстати, вот так вот я оклею обои на фартук. То есть там, где плитка на фартуке. Так вот подрезаю прям под самую плитку. Ну, мне кажется, это самый лучший вариант. В общем, друзья, подходит у меня ремонт к концу. Я последнее время почти ничего не снимал, потому что торопился. Делал всё быстрее и быстрее. Уже было не до съёмок. Поэтому делал только фотки. И вот сейчас вам их показываю. И в следующем видео я уже покажу, что в итоге получилось. Так что, кому было интересно, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Спасибо. До свидания. До свидания.